Именно сюда, в далеком 1924-м, принесли из усадьбы Горки тело Владимира Ильича Ленина, чтобы отправить в Москву. Тогда еще станция называлась Герасимовская и представляла из себя одноэтажное деревянное здание. В Советском Союзе к памяти вождя мирового пролетариата относились трепетно. И новое здание призвано было стать торжественными воротами в музей-заповедник Горки Ленинские. В Советском Союзе это был единственный памятник-вокзал, вот именно посвященный Владимиру Ильичу. Станция построена, вот вы можете видеть, в таком очень помпезном, в таком величавом виде. Здесь использованы греко-римские приемы, вот архитектуры. После развала Советского Союза внимание к станции поубавилось, и здание постепенно стало приходить в упадок. Некогда позолоченная звезда, венчающая шпиль, разбита. Архитектурные элементы разрушаются, окна заколочены. В прошлом году сооружение покрасили, что несколько улучшило внешний вид. Давайте попробуем пройти внутрь. К сожалению, у нас ничего не получится. Отсюда видно, что дверь закрыта, но в окно я наблюдаю, что внутри полный беспорядок, а у Ильича нет правой руки. Торжественный зал, который также в годы своей юности выглядел величаво, сегодня находится в аварийном состоянии. О том, что когда-то из себя представляло внутреннее убранство станции, теперь можно судить только по фотографиям и воспоминаниям местных жителей. Это было для нас всех чудо. Такое здание, оно первое появилось в нашей местности, ну, по сравнению с тем, что сейчас нас окружает. Полы мраморные, огромнейшая люстра, барельефы на стенах, символизирующие, ну, революционную деятельность Ленина. Когда-то здесь встречали официальные делегации и торжественно принимали в пионеры. Но время, вандалы и отсутствие должного ухода превратили помещение, по сути, в руины. Судьбой станции всерьез обеспокоилась москвичка Анастасия Арзамасова. На Ленинской она оказалась случайно, проезжала мимо, увидела шпиль, захотелось подъехать поближе. Состояние станции ее одновременно ужаснуло и восхитило. К нам в редакцию она прислала несколько документов. В течение 2017 года Анастасия направляла письма в РЖД, на балансе которого находится станция, в Министерство транспорта и Министерство культуры. В ответ приходили типичные отписки. Кроме того, она с удивлением узнала, что станция не относится к объектам культурного наследия. А значит, государство не может участвовать в ее восстановлении. Результат, ну, в принципе, никакой. Хотелось бы, чтобы это здание внесли как памятник архитектуры. Но никому это оказалось не надо. Сделать это памятником архитектуры и уже не просто проводить какие-то ремонты нелепые. Не просто покрасили стены и ушли. С помощью действительно профессионалов, которые бы восстановили всю эту лепнину и барельефы. Из тех же документов следует, что в настоящий момент рассматривается возможность реставрации помещения. Правда, точных сроков не называется. А здание, меж тем, ветшает все больше. И может случиться так, что реставрировать скоро будет нечего. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.